Прямо сейчас мы будем ставить эксперименты над Хаги-Ваги и Сиреноголовым, а также проверять с ними мифы. Досматривай обязательно до конца. Всем привет, друзья, с вами снова я, Халар, и в сегодняшнем видеоролике у нас будут эксперименты над Хаги-Ваги и Сиреноголовым. Эксперименты над Хаги-Ваги и Сиреноголовым, я думаю, мало кто делал в чикенгане, так что, конечно же, обязательно досматривай до конца. Жми лайк, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать еще больше таких крутых и реально годных видеороликов. Подписывайся еще на мой телеграм-канал, там выходит просто куча всяких разных новостей Ты его сможешь найти тоже по ссылке в описании, так что переходи, буду рад абсолютно каждому моему подписчику И давайте не будем долго затягивать и приступим к экспериментам И вот такой вот у нас будет первый эксперимент Максимальное количество спавна сиреноголовых с Хаги-Ваги Давайте же попробуем Так, получается давайте сначала наспавним Хаги... Блин, он меня чуть не убил Так, давайте сначала наспавним максимальное количество Хаги-Ваги и посмотрим сколько их может быть И первый эксперимент проведен, ребятки, и он показал то, что мы сможем Хаги-Ваги запавнить всего лишь 7 раз То есть бесконечно, конечно же, заспавнить их не получится Но что я вам скажу, что если и это не предел, и то, что Хаги-Ваги можно заспавнить больше Тут, конечно же, плохо видно, но вы сами знаете то, что мы с вами вместе считали И тут находится 7 Хаги-Ваги И еще 8 получается находится где-то в своем логове То есть получается число 7, это реально не самое максимальное для спавна Хаги-Ваги Максимальное, конечно же, 8 Но мне еще очень интересно, сколько же можно будет всего заспавнить сиреноголовых Блин, не хочу И все, ребятки, я уже заспавнил максимальное количество сиреноголовых И их тут получилось 7 штук, впрочем, так же, как и Хаги Ваги. А теперь давайте с вами попробуем заспавнить сиреноголовую с Хаги Ваги прямо на этой луне, я даже не представляю, что может быть, потому что, ну, это реально какая-то полная жесть, особенно с сиреноголовыми. Так, ребят, ну смотрите, получается, мы уже находимся с вами на этой луне, она прозрачная, если кто не знает, так что, блин, жалко, что, конечно же, не физический объект, по нему мы ходить не можем, но давайте всё же попробуем заспавнить с вами Хаги Ваги с сиреноголовым. Так, смотрите, давайте попробуем перво заспавнить, получается, Хаги-Ваги, так, и посмотрим, что же будет, примерно вот так вот его спавним, и, ребят, как мы видим, он, получается, застрял просто в воздухе, он может двигаться, но за нами он никак пойти не может, и посмотрим, что может ещё получиться с Сиреноголовым, так, давайте спавним его, и офигеть, какая, блин, огромная махина, и он, получается, тоже застревает просто в воздухе, и ничего не может нам сделать, блин, ха-ха-ха, вот это да, такие, блин, мощные персонажи, они ничего не могут нам сделать, просто застряли на месте, хотя я на самом деле рад, что меня просто не съели. Теперь с вами давайте проверим, что будет, если мы их заспауним прямо в воздухе. Упадут они или все же останутся висеть в воздухе. Я все же думаю, да, что они просто будут на месте висеть в воздухе, двигаться, так сказать. Но давайте все же для точности проверим. Так, спауним Хаги-Ваги. И реально, ребят, смотрите, на этой карте он не падает, он просто остается в воздухе, как бы так сказать. Но, кстати, согласитесь, что Cartoon Cat тоже есть и он тоже застревает в воздухе, но не на всех картах. И давайте сразу же попробуем с Сиреноголовым. Так, ставим его. И, ребят, посмотрите, Сиреноголовый тоже просто завис в воздухе и ничего они не могут там сделать. А теперь давайте попробуем запереть Хаги-Ваги в холодильнике. Я думаю, что это будет очень прикольно проверить. И я думаю, что Сиреноголовым нет смысла это как-то что-то делать, пробовать, потому что, ну, вы видели его размеры. Я думаю, что он просто этот холодильник раздавит. Так что давайте попробуем сначала с Хаги-Ваги. Так, смотрите, ставим холодильник. Давайте его еще откроем, конечно же. Так, где-то надо вот здесь поставить, получается, нашего Хаги-Ваги. И так еще, чтобы он не застрял. Так, смотрите, мы его спавним. И давайте идем, 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 идем. Так, получается, забираемся на холодильник. Так, смотрите, Хаги-Ваги в него заходит. Что? Блин, что? Ребят, он просто прошел сквозь холодильник. Это не получится сделать. Ё-моё, блин, ребят, серьезно, что ли? Давайте еще раз. Офигеть, он просто проходит сквозь холодильник. Вот это жесть, такого я не ожидал. Ребятки, решил я, значит, заспавнить сиреноголового, получается, на карте Бигхаус. И посмотрите, что он творит. Смотрите, сейчас он просто подойдет, получается, к нам поближе. Смотрите, мы просто заходим в дом, получается. И посмотрите, что делает этот сиреноголовый. Он просто проходит сквозь абсолютно весь дом. И он, получается, вообще может пройти абсолютно весь дом. О, офигеть. Посмотрите, какая жесть страшная. Просто его голова торчит со второго этажа. Что это такое вообще? Посмотрите, что он сейчас просто сделает. Вот, смотрите, давайте его немножко дождёмся, где он, офигеть, что он творит, он что, по лестнице спустился? И он просто берёт и проходит сквозь этот дом, нормальный вообще, да, типа, сиреноголовому вообще, я так понимаю, пофигу, он проходит через любые здания, смотрите, ну и какой-то холодильник ему точно будет нипочём, что он с ним сделает правильно, просто через него пройдёт, ну и, конечно же, ещё и убьёт. Теперь у нас будет самое последнее и самое интересное, это проверка на прочность. Смотрите, что мы сейчас делаем, вот, подлетаем, получается, в воздух, спавним Хаги-Ваги для начала, смотрите, он не падает, потому что, ну, здесь вот они почему-то так решили полетать, вдруг так вот внезапно. Так, спавним, получается, платформу, только не так близко, потому что сиреноголовый, мало ли, достанет до нас. И давайте вот так вот ещё, получается, заспавним рядом нашего сиреноголового, так, смотрите, я его сейчас вот так вот заспавню, и всё, и пусть они вот так вот висят, а мы сейчас просто вот так вот отправимся на нашу платформу. И смотрите, что мы сейчас с вами будем делать. Я достану, получается, нашу новую базуку, и мы проверим на прочность Сиреноголового и Хагиваги. То есть, получается, это будет их баттл Сиреноголовый против Хагиваги. Давайте к Хагиваге мы немножечко поближе вот так вот подлетим, чтобы было поудобнее, и начнем стрелять. Так, смотрите, первый выстрел. Есть, он выдержал. Второй. Так, получается, третий заходит уже. Третий тоже, смотрите, выдерживает. Четвертый, ребят, пошел, офигеть. Пятый выстрел идет. Тоже выдерживает. Шестой выстрел. И на шестой выстрел Хагиваги уже все, получается, уже не может выдержать и просто умирает. Но шесть выстрелов, я считаю, для такого нового оружия это достойно. Еще непонятно, как тебя проявит Сиреноголовый. Может быть, он вообще поляжет с одной тычки, я честно не знаю. И давайте, ребята, с вами начинаем проверять. Смотрите, получается, стреляем ему по ногам. Первая тычка раз, смотрите, он выдержал. Вторая тычка пошла. Два и... Что? Серьезно? Сиреноголовый просто сдох на второй тычке? Реально? То есть, ребята, получается, Сиреноголовый просто проиграл. Несмотря на его размеры, на его мощь, Хагиваги здесь одерживают реально победу. А что сделали бы вы с Хагиваги и Сиреноголовым? Обязательно напишите об этом в комментарии. Смотри тоже это годное видео, оно тебе 100% понравится, потому что оно реально очень классно. И, конечно же, ставь лайк, подписывайся на канал и жми колокольчик, потому что тебе реально это сделать несложно. И будет еще выходить очень много годных видеороликов. Ну а с вами был Халар, до скорой встречи, всем пока, ребята. Продолжение следует...